На этом снимке изображен командир танка Т-34 Михаил Кития. Сегодня вы узнаете судьбу этого лейтенанта, его экипажа и их боевой машины с именем Тани. На долю лейтенанта выпали одни из самых драматичных сражений Великой Отечественной. Летом 1941 года он под натиском превосходящих немецких сил с боями отходил от Львова до Днепропетровска. Весной 1942 участвовал в неудачном наступлении на Харьков, а осенью того же года вел тяжелые оборонительные бои под Сталинградом. Кития был превосходным танкистом, его экипаж метким огнем уничтожил множество пушек и танков противника. А когда был ранен мехвод, лейтенант сам сел за рычаги и начал давить немецкие орудия гусеницами. В октябре 1942 года под Сталинградом танковый ас был награжден Орденом Ленина, но успел походить с наградой только три дня. Расскажу, как сражался бесстрашный танкист и почему он называл свой танк Таней. Михаил родился в 1918, по другим данным, в 1917 году в селе Пичуга Абхазской ССР. Он начал службу в Красной Армии в 1939 году, окончил танковое училище. Великую Отечественную встретил командиром танка, начал сражаться с врагом с первого дня войны. Боевое крещение Михаил принял подо Львовом, с боями отступал до Днепропетровска. После этого он был выведен в тыл и вновь вернулся на фронт весной 1942 года. Михаил участвовал в неудачном наступлении на Харьков в мае 1942. 12 числа он при прорыве немецкой обороны в районе Старого Салтова умело вел огонь по противнику и уничтожил две пушки. Тридзота захватил в качестве трофеев пять пулеметов, четыре пистолета и уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров. В Т-34 образца 1941 года командир. Одновременно был и наводчиком, поэтому высокая результативность – результат стрельбы Михаила. Кроме того, еще пять врагов экипаж Китти взял в плен. Вскоре немцы начали контратаковать. 14 мая Т-34 Китти участвовала в отражении пехотной атаки, рассеяв до батальона немцев. На следующий день немцы снова пошли вперед при поддержке танков. В этом бою Китти уничтожил три панцера, но ответным огнем его Т-34 был подбит и загорелся. Экипаж сумел потушить горящую машину прямо на поле боя и продолжил громить немцев. Когда был ранен механик-водитель, Китти сам сел за рычаги и раздавил гусеницами три немецкие пушки. Немецкие контратаки на участке фронта 90-й танковой бригады удалось остановить, а 17 мая советские части продолжили наступать. В тот день Т-34 Китти получил четыре пробоины, была уничтожена пушка, а весь экипаж получил ранение. Однако Китти не растерялся и повел свой танк на таран. Он раздавил пять немецких орудий, а расчеты рассеял. Немцы пытались уничтожить советский Т-34 гранатами, бутылками с зажигательной смесью, за рядами столом, но Китти удачно маневрировал. К 25 мая немцам в результате контрнаступления удалось окружить прорвавшиеся к Харькову войска. В котле под Барвенково было взято в плен и убито около 300 тысяч человек. 90-й танковой бригаде повезло, несмотря на тяжелые бои и потери, она находилась в составе 28-й армии и не попала в окружение. К началу июля в бригаде практически не осталось танков, и она была выведена с фронта. После переформирования осенью 1942 года эта часть была направлена под Сталинград, где Китти вновь отличился. В сентябре его 34-ка уничтожила 10 танков в бою в районе станции Садовая на подступах к городу на Волге. Тогда же, под Сталинградом, фотокорреспондент Аркадий Шайхет сделал снимок Китти и его танка. В кадр также попал механик-водитель Александр Дмитриевич Савин. Кроме них, в состав экипажа входили заряжающий Григорий Васильевич Бугурнов и стрелок-радист Михаил Алексеевич Дюльдин, который отсутствует на фотографии. Танк Михаила Китти носил имя Тани в честь героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Так девушка представилась немцам во время допроса. Имя Тани она выбрала в память о зверски замученной белогвардейцем в годы гражданской войны Татьяны Саламахи. 22 октября 1942 года за свои подвиги лейтенант Михаил Сисович Китти был награжден орденом Ленина. А через три дня он погиб. 25 октября его Т-34 вел бой северо-восточнее совхоза Горная Поляна и высоты 95,9. Китти, как опытный танкист, командовал взводом Т-34. В том бою его экипаж уничтожил три немецких панцера. Ответным огнем Т-34 был подожжен. Весь экипаж сгорел в танке.